Тан-тан-тан-тантан-тан, тан-тан-тан-тан, тан-тан-тан. Чуть не въебался в бордюр. Тан-тан-тан-тан-тан, тан-тан-тан-тан. Всем привет, это канал LoudSound. У нас сегодня необычный что-то, я не знаю, как это теперь это называть. Вначале задумал как какое-то шоу, ток-шоу, типа кто хочет стать миллионером или Форд Боярд, потом решил, что это должна быть какая-то заруба и все это выливается в обучающее видео, но мы будем пробивать инсталляторов на качество их работы, скорость их работы и стрессоустойчивость. Потому что каждый инсталлятор сталкивается рано или поздно с тем, что нужно не просто собрать аудиосистему, но собрать аудиосистему в условиях, когда у тебя не хватает инструмента, освещения или тебя за**пает сосед по гаражу. В общем мы учтем все проблемы, которые возникают при инсталляции аудиосистемы, покажем вам как правильно подключить аудиосистему, как правильно ее настроить. Ну и делать это будем не сами, а приглашать разных инсталляторов, ну и я думаю, что вы тоже сможете поучаствовать, рано или поздно мы должны будем сделать свободный вход для всех, но как это реализовать, пока у меня нет идей, или это должен быть розыгрыш или какая-то очередь. В общем, участвуйте в комментариях в развитии этой рубрики, помогайте нам, а мы сейчас едем снимать первый выпуск шоу, которое назовем, пусть это будет битва инсталляторов. Нет, Академия автозвука пошла как-то звучит. Поясни за инстал. Вот такое необычное и говорящее название. А у нас походу замена участника сейчас будет, кузи до сих пор нет. Он говорит, за два часа систему соберу. Знаете, почему его нет? Потому что он устанавливает какую-то аудиосистему человеку. Но устанавливает он ее уже шесть часов. Сегодня у нас отличная, я считаю, рубрика, которая давно просится. У нас были видео в этом роде. Они назывались «Собираем трехполоску» или «Как подключить усилитель дома». В общем, это видео обучающее, в первую очередь, для вас. Вы поймете, как подключать и настраивать аудиосистему. Это видео развлекательное, потому что делать это будем не мы, а приглашенные гости. Сегодня у нас будет в гостях Кузя. Он один из лучших установщиков в Ростове. Работает он в основном с аудиосистемами, которые устанавливаются в автомобиль без бензобака и без 12 вольт. Потому что он может проходить бензобак или замкнуть 12 вольт накоротко. Во всем остальном, это действительно один из лучших инсталляторов Ростова. Сегодня мы это проверим. То есть у нас есть такой элемент челленджа, элемент обучения, элемент рекламы, опять же, для спонсоров. И мы не хотим, наверное, завязываться на одном бренде, на каком-то. Я думаю, что будет интересно собирать разные аудиосистемы на разных брендах. Вот сейчас компания Edge изъявила желание поучаствовать в нашем первом выпуске. Сегодня мы соберем аудиосистему целиком на монобренде Edge. И, естественно, это должно быть весело. Поэтому мы попытаемся создать максимально реалистичные условия инсталляции, в которых могут выключить свет, могут закипывать глупыми вопросами соседи по гаражу или одолжить какой-то инструмент и не вернуть. Ну и я считаю, что мы должны вместе с вами создать эту рубрику, не навязывать вам, как мы это видим. Поэтому обязательно участвуйте в комментариях. Она сырая и должна быть доработана. То есть здесь я вижу как именитых и опытных инсталляторов, так и обычных наших подписчиков, обычных ребят, которые не имеют опыта в автозвуке, но примерно понимают, что такое аудиосистема. И, возможно, мы в будущем сделаем ток-шоу какое-то, где две аудиосистемы ребята будут собирать вместе. И тот, кто соберет ее быстрее и качественнее, получит какой-то приз. А мы все еще ждем Кузю, он едет уже 6 часов. Вчера я говорю, за сколько соберем аудиосистему? Кузя говорит, 2 часа, Артем говорит, 2 часа. Я говорю, не соберешь аудиосистему. Ты все еще считаешь, что за 2 часа? Он едет 6 часов только, Тема. Значит, 8, даже если в 2 он уложится. Да, он покурит еще полчаса. Сейчас вот все, что вы хотели знать про инсталляцию, сейчас все это вы и увидите. От вас поделиться и лайк поставить. Не зажопьтесь. Вот он, инсталлятор. А как он так, вверх ногами что ли лежит? Давайте посмотрим, что у нас сегодня здесь. Здесь у нас сегодня твиттеры Edge. Я не буду называть модели. У Edge какой-то кретинизм особый с названием модели EDP Pro 8E E8. То есть очень много букв, очень много цифр. Суть в том, что у нас сегодня мощные эстрадные мидбасы, среднечастотники, рупорные твиттеры. У нас 4-х канальник, 2-х канальник и моноблок. То есть мы собирать будем трехполосную систему. Проводка у нас на алюминии. То есть нам в любом случае эти провода рубить и потом куда-то девать. Поэтому у нас блатоты с медью сегодня никакой не будет. Просто обычные какие-то алюминиевые провода, которые мы вам не рекомендуем ставить. У нас Урал сейчас суд, да, поддаст? Не ставьте никогда алюминий, ребята. Нахуй мы вообще продаем алюминий. Вот кто-то просит, да? Вот кто-то просит, ребята, это пожар. На полгода. А потом продает машину, он ездит еще полтора года. И у него вот здесь окисляется где-нибудь в месте крепления, в предохранитель. Вот тут под капотом. И начинает здесь происходить что? Искра. И вот эта хрень обугливается. Это даже может быть и пожаром не закончится. Но это прискорбно. В общем, простите нас за алюминий. Дистрибуторы, клеммы, игреки. И вот, собственно, набор весь необходимый для инсталляции. Здесь есть термоусадки, клеммы, стяжки. Я не знаю, как это называется. Втулочный наконечник. Инструмент у нас абсолютно весь, который нужен. Вот только ключей не хватает. Это то, о чем я говорил, что не бывает инсталляции, когда у тебя все есть. Кто-то что-то повзаимствовал, да? Есть все-все. Оранжевенькое. Здесь абсолютно все, вплоть до пресса гидравлического для обжима наконечников. И не хватает только одного, да, Кузи? На это тоже не обращайте внимания. У нас не помещается это на склад. И поэтому мы вот такой бардак. Мне за это стыдно. С другой стороны, я рад, что вы заказываете на LoudSound.ru. Спасибо вам за это большое. Лучшая благодарность для нас. Значит, мы делаем все правильно. Но ругайте нас обязательно. У нас все комментарии открыты. И со мной есть прямая связь. Если вы у нас заказываете, и на вас не реагирует менеджер по какой-то причине, всегда можно запросить у меня информацию напрямую, смс или ватсапом. Это Кузя. Кузя это один из лучших инсталляторов Ростова в аудиосистемах, в которых отсутствует бензобак и 12 вольт. Итак, мы начинаем первый выпуск рубрики «Поясни за инсталл». И в нем участвует Кузя. Кузя это человек, который собирал хаммер. Один из людей, который собирал хаммер. Один из двух людей, который собирал хаммер. Ну, из четырех людей. Он обижается. Я один раз сказал, что он подавал там ключи. На самом деле, он сделал очень большую там работу, но обижается на меня. Я просто пошутил Кузя. Также он участвовал почти во всех сборках Тринахи почти всех лет. И один из годов, по-моему, 17-й. Собирал ее вообще в одно лицо. После чего она в Питер поехала. На его счету огромное количество инсталляций успешных по Ростову клиентских. Демокары, участие в демокарах. Ну, и из косяков вот за ним закрепилась этот бензобак, на который он до сих пор обижается. Ну, и короткое замыкание. Оно любит... Не Кузя любит короткое замыкание. Короткое замыкание любит Кузя, мы сегодня проверим. Тут всего две клеммы сегодня. По-любому замкнет. КЗ Кузя, поэтому его прозвали. Так, у тебя два часа. Блатану крутыми часами. Знаете, зачем я их купил? Чтобы перестать быть жирным. Про аудиосистему пару слов. Аудиосистему нам порекомендовал сам Алексей. Главный по ЭДЖу в России. У нас усилители двухканальный, четырехканальный и моноблок. Соответственно, собираем мы трехполосную аудиосистему. По рекомендации Алексея из наличия мы выбрали динамики EDX6L. Вот эти динамики, именно которые он порекомендовал. Восьмерок. Хотя Алексей рекомендовал L. 8L. У нас были 8E. Они подороже, но очень крутые. И твиттеры подойдут в аудиосистему, но ничего сверхъестественного в них нет. Сабвуферы 12-ые мы выбрали. EDB12D2. Два сабвуфера. Соответственно, подключены они будут либо в 2, либо в 0.5. Это решение будет принимать Кузя. Он инсталлятор. К нему приехал сейчас клиент и сказал, я увидел обзор Лаутсан, где они собирают монобренд EDGE. Купил полностью все EDGE, чтобы не заморачиваться. Кузя, а вот объясни, почему ты начинаешь именно с установки усилителей? Ну, я всегда начинаю с установки усилителей. Отлично. Объясни, я... Начинать надо с установки усилителей, потому что вы всегда начинаете с установки усилителей. Магнитола у нас новейший 520 Пионер. Был у нас 580, после него был 510. Сетевой режим, полная поканалка, отличный кроссовер. Пионер SmartSync приложение шикарное. И, собственно, вот в этой магнитоле есть абсолютно все, что вам может понадобиться. Поддержка всевозможных. Блютузов, айфонов, андроидов, любые настройки. Флаг, AESI, WAV, WMA, любые форматы. Это само собой. Ап, есть первый западляк. У нас заклеенные обозначения. А ты помнишь, да, как на Пионере? А это новая модель. Я час назад подключал. А откуда ты 520 подключал? Или 510? 510. 510, а на 20 по-другому я поэтому и заклеил. Вот живи теперь с этим. Вот делай теперь что хочешь. Ну, когда я отвернусь, он наверняка здесь отодвинет и посмотрит, где пищалки, где медбасы. А, вот красавчик. Я просто только что говорю, вариант будет всего один. И Кузя до него, скорее всего, догадается. Просто посмотрит в инструкции. 17 минут и уже раскидывается питание. Кстати, уже Кузя достал фен. Пока такой. Если бы Кузя достал другой фен, он бы, в принципе, уже настраивал аудиосистему. Термоусадочка. То есть, обратите внимание, Кузя не просто изолентой делает, делает отличную заделку концов. Уже можем видеть, что достаточно красиво, аккуратно Кузя работает. Кузя, 25 минут. У тебя есть телефон? Да. Оставим логотип. И оставим подсветку стены. И оставим подсветку стены. И... Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Посмотри за то, как красиво. А что ты делаешь? Сейчас подрежи мне, что начинает съемка здесь есть. Вот это будет шоу, когда он тнется тебе на голову. Вы поняли? Он туда на балку телефон положил. Ё-моё, только ни без западляка дальше. Потому что, если ты сейчас ворота откроешь, там реально ему телефон на голову свалится. А ты что, собрался ворота открыть? Смотри, сексуальная атмосфера какая. Вообще, ты спидел что-то у него уже? У тебя что-то спидли уже, Кузя, ну что ты пока не знаешь? Вот они реальные условия, ребята, инсталляции. Вы в гараже пилите, а у вас выключают свет. Еще пять минут работать без света. Кузя, что ты там сделал что-нибудь? Сильно напрягает без света работать? Вообще, я ненавижу никогда, но я всегда ночью выходил, если музыка не играет. И просто вот неважно сколько. Видно, не видно на ощупь, но надо запилить, чтобы играла дальше. Посмотрите, мы уже видим, тут красота появляется. Чего Тёма загораживает свет? Нет, дальше будет сложнее, Кузь. Сейчас придет сосед по гаражу. Херово, да, когда не видно? На ощупь приходится. Я вот так кладу сюда вот обычный телефон. Чего ты телефон сюда не положил, Кузь? Вот сюда положи телефон, я тебе говорю. Да ты не так делаешь, зачем ты эти взял бокорезы? Зачем? 10 минут без света. Нормально. Ничего, что-то не произошло, он силу раскидывает до сих пор. И в темноте был шанс попутать плюс с минусом. Обратите внимание, насколько короткую сделал Кузя массу на самый слабый усилитель почему-то, а самый мощный усилитель у нас самый длинный провод получится. Кузя, сосед по гаражу еще не пришел, а есть уже до чего доебаться. Почему так произошло? А? Правильно, этому покороче нужны провода, я согласен, он самый слабенький. А самому мощному давай, ху... километровые. Просадку шпопки на проводах, правильно? Ну и теперь надо отвечать на вопросы соседа по гаражу. Он понимает, что ты разбираешься в автозвуке, поэтому ему нужно с тобой пообщаться про автозвук. Ему не особо это нужно, но хочется с тобой пообщаться и общую тему другую, он найти не может. Смотри, у меня усилитель есть. Блокун. Четырехканальный. У меня там один канал не работает, я подключил три других. Два к сабвуферу мостом и один к динамикам все параллельно. Вот, у меня хрипит что-то, что делать? Не, братан, вот там в гараже можешь помочь пойти посмотреть сейчас? Кузя, ты с**бал, но тебе вопрос к прямой задают. Четыре динамика, они подключены к одному каналу. К двум другим каналам подключен сабвуфер. Динамики хрипят, что сделать? Что, ответить не можешь? Маленькое уточнение. Сосед по гаражу, сын директора ФСБ и по совместительству начальник гаражного кооператива. Можешь вот не заниматься этой х***ю, нормально мне объяснить? Папа директор ФСБ и гаражом владеет, который ты сейчас вот тут собираешь вот эту свою х***ю. У тебя сейчас выгонят на х*** этого гаража, давай мне объяснить. У этого человека не может быть сгоревшего усилителя. Пи***дит он значит. Ну ты готов проверять это что-ли? Может честный директор ФСБ? Слушай, они идут на контакт, вы поняли? Не контакты, когда он работает. Ну так вот все не контактны, ну за***ют всех. Согласитесь, пацаны? Теперь надо позаимствовать инструмент. Дай мне три инструмента. Вот ты чё-то ждёшь, да? Что-то я скажу. Уже мог бы взять. Смотри, дай мне пистолет для скоб. Как это правильно х***я называется, я забыл. Степлер, короче. Отвертку крестовую, маленькую и большую. Это одна позиция. И изоленты одну. Тебе это не нужно же? Так же выключили розетки. Он сходил и взял зажигалку. Смотрите, как это делается. Без фена. Заделывать концы можно без фена. Танцевать нельзя. Изоленту Кузя просит. Ищи. А, ты новую нашел. Красавчик, видишь? Вот он, ориентация. Ты что, моделином будешь изолировать? Обратите внимание на вот такие удобные стяжечки. Мы вначале ими стягиваем, а потом скручиваем. При Сталине такого не было. Да мы вообще не парились особо в наше время. Провод зачем стягивать? Он же просто всё равно лежит. Его ньютонами притягивает. Ты не успеваешь, Кузя. Надо ускоряться. Час остался. Сабы вкрутить, подключить, закоммутировать. Акустику выкрутить, вытащить, вкрутить в моноблок. Акустика на динамике. Динамики закоммутировать. Мафон закоммутировать. Акум, то есть клеммы обжать. Пресс вон там, если что. Пресс не будем забирать, да? Можно, конечно, очень сильно уехать молотком, но прошло полтора часа. Остаётся полчаса. И Кузя уже должен признать, да, Кузь, что за два часа аудиосистему даже на столе трёхполосную ты не соберёшь. Кузя сделал оговорку, что два-два с половиной. Поэтому пока ориентируемся на два с половиной, но мы уже видим, что за полчаса вряд ли он закончит. Вряд ли он наденет клеммы на акустику. Вряд ли он сейчас обожмёт клеммы на аккумулятор. Вряд ли он сейчас закоммутирует и вкрутит сабвуферы, и всё это запустит, и всё это настроит. Какой нахуй два с половиной, Кузь? Давайте пока Кузя собирает поясним за алюминиевые клеммы. Нас очень часто обвиняют в том, что мы используем алюминиевые клеммы. Мы это сейчас сделали, но у нас был выключен микрофон. А где она? Вот она. Вот мы её просто зачистили. О чудо! Под алюминием оказался медь. Это медные клеммы, лужёные. Упаси вас Бог, когда-нибудь использовать алюминиевые клеммы. Наконечники. Мы давно не за***ли Кузю. Да я вспомнил, что у моего друга стоит BMW E30. Как бы просто стоит. Это у него вторая машина. Нравится BMW? Нет. Тебе нравится Audi? Да. Видите, вот это вот яркий пример того, когда... У тебя какая машина сейчас? Ауди. У него Audi. Ему нравится Audi, но ему не нравится BMW. Мне не нравится. А если бы у него была BMW? А тебе не нравится Audi? А тебе нравится BMW? Но у тебя была BMW. Вот понимаете, BMW-шники, их сложно переобуть, сложно. Давай, Кузя, продолжай про BMW, которую ты спалил. Он говорит, да, там что-то какие-то проблемы были с топливными трубками или что-то такое. Говорит, я поменял там топливную трубку. Всё нормально, бери, не парься. Бля, у нас не резиновый эфир. Ты можешь просто сказать, как ты спалил чужую тачку? Я оставил её на неделю дома, потом я вернулся через неделю. Завёл BMW, вернулся домой за телефоном, выхожу, она взорвалась, игори. Взорвалась? Прям взорвалась. Попи***ть это западло называлось. Вот мы сейчас только что отвлекли Кузю, у него уже критичная ситуация. Изначально концепция какая была, я думаю, надо сделать призовой фонд какой-нибудь. И вот там обозначить какие-нибудь, не знаю, там 20 тысяч рублей, например, если укладываешься в 2 часа. За каждые последующие там 10 минут срезается там 5 тысяч рублей. А когда до нуля доходит, человек уже тоже должен. Я просто вот Кузю пожалел. Мне кажется, он бы сегодня установил нам аудиосистему и там с минус двадцаточкой уехал бы примерно. Ну идея есть такая, сделать реально такое шоу с призами. И вот сейчас мы обкатываем на самом деле это, я надеюсь, будет интересно. Вот кому-то человеку приехать, собрать аудиосистему. Или двоим. Два таких стола, кто быстрее и аккуратнее, и правильнее соберёт, получит от нас, что получит? Сабвуфер Эдж, или два, или всю эту аудиосистему, есть множество вариантов развития событий. Оставайтесь с нами и пишите, ты уже спалил что-нибудь? Нет. И пишите в комментариях, чтобы вы улучшили. Кузя одевает клеммы на аккумулятор, и обратите внимание, это у нас X-Sight EM1000. Я бы делал не так, не знаю, Кузя выбрал такой путь, но можно было, в принципе, сделать гайками. Отгорают, я их никогда ненавидел, их просто рукой можно провернуть легко, ну, со временем. Ну, Кузя, да, тут дал ума, но есть такие клеммы, особенно вот были алюминиевые в наше время, которые ты срываешь тут резьбу и думаешь, а и так сойдёт. Смотрите, что творит, а. Говорит, Саша, а как же я аккумулятор сделаю? Пред тогда 40 см дальше будет или в воздухе висеть. Я говорю, не знаю, решай вопрос. Видите, притарабанил откуда-то коробку. Кузе, кстати, нет предъяв по качеству и скорости инсталляции, да? Только по лишним дыркам, и даже не в аудиосистеме, а в самом автомобиле. Да, это была страшная история, мало кто её знает, это чисто для своих, но я вам её расскажу. Солью тебя, Кузя, нет? Он нам продырявил бензобак в Хаммере. Видели в Европе, блин, когда мы с бензобаком текущим, мы же тогда в обзоре ещё... А мы как говорили в обзоре, нет, что это Кузя в итоге оказалась? Да, продырявил, говорит, я же залепил их в хули ко мне, я подумал, да, это ***, да, Кузя, три дырки? Больше ж не повторялось ещё ни разу, всего один бензобак на его счету. Несколько десятков коротких замыканий, сейчас будет ещё одно походу, смотрите. Обратите внимание на гидравлический пресс, это именно та альтернатива, про которую я всегда говорил. Способу, который называется у***ть молотком, мой запатентованный способ. Все прекрасно знают его по моему обзору, когда я собирал трёхполоску. Я это делал лучше, чем Кузя. Быстрее, чем Кузя, да, однозначно. Я её захерачил там, не знаю, за полчасика сразу все три полосы. На тебе и давай показывай. Инстал так инстал, жалко разбирать будет. Может так стол и продадим кому-нибудь в сборе? На авито выложим, музыкальный стол, прикинь. Ну вот о чём я и говорил, сломалась. Я не знаю, чем тебе вот эти не нравятся, самое надёжное. Наконечник прикатал и гайкой закрутил. Если мы найдём болтик, не катит, надо делать. У тебя времени уже мало остаётся, закручивай. Будем дёргать, про*** ты, короче, клему. Понял? Вариантов нет. Надо работать с тем, что есть. И у тебя был выбор. Был же выбор, да? Есть гайки? Ну гайки там в комплекте, как минимум, на аккуме, да? Можно было даже их взять. Вот они гайки. Ты считаешь, что ты прав? Ты реально добавил ненужную деталь сюда? Аура, клему заменили. Надо, наверное, рассказать. Вот не дотягивается просто тупо винтик. Если с минусовой клеммой прохляло дотянуть его, то плюсовая... Кузя не может её наживить. Я говорю, казалось бы, на него надо скинуть это и потом затроллить, да, что у него клеммы болтаются. Но мы дали ему некачественный. Короче, сват принесли, всё нормально. А на Аури не дотягивается вот этот винтик. Ну да, винтик берёшь просто длиннее, и всё это решается. Но сама суть, вот Кузя сейчас без этого винтика не смог сделать это быстро. Пришлось ему выдать новую клемму, чтобы она не болталась. А эту он закрепил. Закрепил? Эт! Эт! Не, 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 так. Ну, так. Всё. Я вам официально объявляю, что про два часа вы погорячились, ребята. И про два с половиной, наверное, тоже, Кузя. Я так подозреваю, да? Что, настраивать мы будем систему где-то полчаса. Ты будешь, я не буду её настраивать. Кузя уже пиздит на Артёма. Он ходит тысяч шестигранник и не поймёт. Вот он уже забыл, да, что тут с подъебками надо собирать? Вот он реальный инсталл, ребята. Так и есть. Планировали два часа, и даже при всём умении не получится этого. Он пошёл в машину за шестигранником. Тёма не отдаёт. Ты его в ящик спрятал? Вот ленивая жопа. А нет, чтобы посмотреть, просто в ящик заглянуть. Вот же у тебя верстак. Сиди, ищи шестигранники. Тут смотрите, что только нету. Хотите вольтметры, хотите что это? Взял свои? Не-не-не-не-не, так не пойдёт. Отдай ему шестигранник. Тёма, он отдал тебе. Нет, инструмент наш, Кузя. Ты что, правила решил нарушать? Так, ответственный момент, когда система получает питание. Сейчас будет. Смотрите, у нас все усилители закоммутированы на дистрибуторы. А что-то много искрит, Кузя, нет? Оп. А что такое? А? КЗ всё-таки? Да, б***ь, у тебя КЗ, ты что делаешь? Ты думаешь, они заряжаются так? Сейчас дым пойдёт, смотри. Смотрите, мафан у нас уже горит. Отключил мисс-блокер СИС. Работает. Зелёненькие все. Зелёненькая, 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 да. Всё, обратите внимание на время. 2 часа 13 минут понадобилось Кузе, чтобы систему оживить. То есть у нас загорелся магнитофон, магнитола, извините, у нас запустились усилители, на это потребовалось 2 часа 13 минут с западляками. Что был припаян? Конденсатор, ты его отпаял, и у тебя остался припой, и ты не можешь на припой, но у тебя нет паяльника, да? Да, да. А паяльник есть, верхний ящик справа, да? Сейчас ты его пока подключишь, пока он нагреется, понимаете, да, о чём я теперь говорю? Какие нахуй 2 часа? Переноски нету, но он принесёт динамик к этому, окрас, это надо снять. То есть это индикация, да, когда она начнёт плавить эту штуку, он нагрелся, а когда начнёт плавить пол, значит отлично уже нагрелся. Неправильно делаешь. Всегда есть, да, такой человек? Я всегда это говорю, я не знаю, как они это делают. Как ты это делаешь, Кузя, вот так? Я сразу пробиваю динамик, когда я так делаю. Ну не сразу, но из... Из 5-10 дырок одну, одну я ебану в диффузор, он ебанёт сейчас, нет? Под руку когда ебанят, ебанёшь. Короче, нам надо людей научить правильно, а не сказать, как неправильно, и почти наверняка не пробить динамик. Покажи, как правильно. Вот так. Да, подкладывайте всегда руку. Опытные инсталляторы всегда вот так на весу одной рукой, левой, вот так двумя пальцами держат, и вот так загоняют просто со всей силы, я не представляю, как это происходит без травм. Но травм я уже таких насмотрелся миллион, сам пробивал пару диффузоров, и видел, как люди пробивают новенький, супердорогой, 18-ый сабвуфер, просто в мясо. Что это за блата-та вот так, Тёма, ты тоже, да, так одной рукой х***ишь? Я знаете, что пробил? Я пробил первый в России Ганнибал НМ5. Он причём был не первая пара, а первый динамик, один тестовый пришёл, и я его вкручивал себе в форда и пробил дырку, реально, даже не послушав его ещё, мне было очень стыдно. Закончили акустику, закончили всё, остаются сабы. И я Кузе не говорил, как подключать, он сам принимал решение, как ты их подключаешь. 4 Ома каждый саб, и между собой параллельно 2 Ома. Получается 2 Ома. Заявка у нас какая, 2 Ома на этом усилке? 1350 ватт. 1350 на них заявка. 700 или 750. Остаётся отличный потенциал. Грубо говоря, это как вот автомобиль вы берёте сейчас, не чипованный, но с хорошим запасом. Если вы хотите узнать более подробно о подключении сабвуферов, я просто не хочу говорить одно и то же много раз. Есть на канале видео, как они назывались, секреты автозвука, серия. Там есть подключение медбасов, настройка эквалайзера, временных задержек и также подключение сабвуферов. Как подключить 1 сабвуфер, 2 сабвуфера, 1 Ом, пол Ома, 2 Ома, всё это есть в этом видео, пошагово, с листиками. Вот прям вот для вот людей, которые совсем не понимают даже, что такое сабвуфер, всё хорошо, грамотно разжевал. Я не помню, как оно называется. Прикреплю внизу. Ну, а Кузя посмотрел это видео недавно, да, и поэтому он умеет подключать сабвуферы, поэтому он укладывается в 3 часа. Укладывался бы, но он ходит, курит уже, да, дудки вот эти вот ваши, вот эти ваши электричества курят. У вас свободных терминалов в дистрибьюторах, если человек захочет, он поставит второй аккумулятор, и тогда, возможно, будет... Кузя, а ты накуренный, что ли? Какой человек ты на столе аудиосистему набирает, собираешь? Ну, образно, да, собираю. 3 где-то, да, вот если прям вообще вот в спорт-режиме и без западла, да, потому что западлом могло быть любое. Мы можем тут такие квесты устроить вообще, чтобы он с фонариком тут по стенам неоновые надписи искал, где мы спрятали быкорезы. Вот это шоу будет, прикинь, на видео, просто снимаешь на видео, а потом скидываешь человеку, который тебя знает и пишешь, ты видел, Кузя каких-то солей объебашился, ходит с фонариком, на стенах что-то ищет, Леху зовет. Ебаные шахматы, блять. Здесь терминалы сделали на клемм. Отмазки, да? Ну, чтобы короб не поганить, да? Чтобы не поганить короб, всегда припаивайте к ним, если вы хотите оставить терминал, а лучше выводить провод или через отверстие, или через какие-то болты. Ты кому это рассказываешь? Они через порт провода, да, выкидывают все время? Вот так просто раз, и отсюда раз, оп, да, смотрите Слава Выгонова. У него канал, как у него канал называется? Секрет Испель? Испель Топ Секрет, смотрите, Слава Выгонов новую тему задумал. Он именно пилит и показывает, что влияет на результат в большую-меньшую сторону, и там уже такие трешаковые видео есть. Ну, не то, что трешаковые, а интересно, да, вот как влияет, например, давление в колесах на результат, или количество бензина в бензобаке. Ты не знаешь, как на корейском будет, блядь? Эта программа, вот это приложение от Samsung, оно на трех часах останавливается, прикинь? Так что у тебя три часа прошло по секундомеру, и больше не пройдет, потому что этот секундомер тупо больше не показывает. Я не знаю, почему так, в чем прикол, почему три часа именно, почему не два или четыре. Будем считать три с половиной, согласен, Кузь? Аудиосистема в первом выпуске «Поясни за инсталл» заняла три часа с половиной, сейчас Кузя только это настроит. Но осталось что, Кузя? Пояснить за инсталл? А пока... Оп! Та-да-да-да, та-да! А где еда? Ты что, только напитки взял, что ли? Оп, смотри, музычка. То работает, то работает. Кузя! В креветочку. Итак, 3,5 часа потребовалось на инсталляцию, которую заявляли как два. Первый косяк. Второй косяк я уже сразу в ходе инсталляции сказал. Моноблок Кузя зачем-то сделал самое длинное питание, а самые короткие провода запустил на самый слабый потребитель, двухканальник на Твиттер. Забыл. Ну мы его на Макдональдс соблазнили, да, он просто забыл. Ну вот это натяг, конечно, это не есть в автомобиле. В автомобиле, если это будет играть, да, их как минимум расшатает. Баланс чётко. Твиттер он порезал стандартно 8 кГц, четвёртый порядок. Хрен что спалишь. Если не знаете, как резать твиттеры, режьте вот так. Всегда 8 кГц, четвёртый порядок. Сабвуфер 63, МИД снизу на 100, четвёртым порядком. Это на слух лучше настраивать. Если у МИД вывозит, может быть и 100, и 80. На первые запуски я рекомендую 125 всё-таки ставить. Или когда клиенту какому-нибудь, безголовому, безголовому отдаёте 125, он точно МИДы не спалит. На 100 уже шансик есть. На 80 спалит практически наверняка, если без мозгов будет слушать. И сверху подрезал на 6,3. Почему тогда твиттер на 8 порезал? Ничего страшного. Я всегда говорил, люди думают, что если на 6,3 порезать мидбас сверху, а твиттер начинается от 8, значит между 6,3 и 8 ничего не играет. Но если предположим, что между 6,3 и 8 у нас был горб, то он таким образом просто его снизил. Потому что это мы не отсекаем полностью звук. И даже четвёртым порядком, максимальным, у нас после 6,3 музыка продолжает играть. А это, как правило, и есть самые горбящие частоты. Это настраивается на слух. Если середина до верху не докрикивает, лучше двигать выше, вплоть до 10. Ну, здесь вот мы видим вот прям супер стандартную настройку. Стало звук, ты понял? Можно сесть и бухать, даже лавочка, посмотри, Кузя, с вибромассажем. Ты видел? Уже поздно. Просто Кузя обещал приехать в час и сделать за два. Приехал в семь, начали и сделал за три с половиной. Поэтому мы поедем сейчас поспим, а завтра это ещё всё повалим. Ну и это же стол, надо протестировать стол, а как протестировать стол? А завтра что? О! Для нас пройдёт очень много времени, потому что в четверг ждать пятницу это очень долго, а для вас пройдёт всего три секунды. Три, два. Тестировать сейчас будем, короче, стол. Как настроить эту аудиосистему? Настройки магнитолы я вам уже показал. И нам нужно определиться, как настраивать усилители. Сразу нужно понимать, что у нас входит в РЦА входы по каждому усилителю. здесь у нас входит фронт с магнитолы, то есть, по-моему, верхний, если я не ошибаюсь, может центральный. Смотрите, где F написано. Это должен быть канал твиттеров. В любом случае это всегда перепроверяйте. Сюда у нас через Y входит RR и на сабвуфер у нас входит, соответственно, сабвуферный канал. Как настраивать твиттеры? Мы ничего не трогаем. Можем поставить HPF. Ни на что это влиять особо не будет. Но если усилитель с развитым фильтром, здесь написано 11, я в этом сомневаюсь, вы можете накрутить его на максимум. В принципе, хуже вы не сделаете. Ну, чтобы не заморачиваться, выключайте. Магнитола у вас процессорная, хороший кроссовер в ней стоит. И весь фильтр на твиттеры, в принципе, реализовать можно с самой магнитолой. Запускайте музыку какую-то на громкость. Пределяйте, что максималка у вас будет выставлена. Ну, я рекомендую ставить 50, ну максимум 55. И крутите, собственно, твиттер при всех остальных гейнах в нулях. Все гейны ставите в ноль. И крутите первым твиттер. Крутите его до тех пор, пока он не станет, как бы это сказать, щикать. Да, клип на нем не появится. Клип твиттера отличается от других динамиков кардинально. Если обычно динамик начинает пердеть, да, вот так это называют, хрипеть, то на твиттерах появится такое чиканье легкое. Крутите до этого чиканье. Не забывайте, что на магнитоле вы поставили максимальную громкость, которую выбрали для дальнейшего прослушивания. Ну, мы его с вами выбрали 50. Докрутили до этого чиканье и немножко назад. Дальше я рекомендую начинать с мидбаса. Мидбас у нас получается нижний, нижнее плечо здесь. Ставим фильтр на мидбас LPF, то есть мы срезаем с него высокие и средние частоты и крутим этот фильтр примерно на середину. В общем, крутите его пока у вас не пропадет, грубо говоря, такие вот прям средние частоты и не останется. Вверх бас-гитары 200-250 Гц примерно это на слух. В общем, чтоб не заморачиваться, я показываю стандартные настройки для людей, которые совсем не понимают, как настраивать систему. Ставите LPF, фильтр LPF ставите на середину и крутите гейн. Собственно, также пока не появится клип, в данном случае пердеж, хрипение и так далее. И под него уже подгоняйте среднечастотник. Перед тем, как крутить гейн, в среднечастотник ставите обязательно фильтр HPF. Частоту среза опять же на слух я рекомендую, где-то на серединку вот на данном усе мы ставим, можно чуть больше, пока он не перестанет воспроизводить нижние частоты мид-бас, вот вверх бас-гитары, грубо говоря, не останется, на нем только голос. И добавляем до комфортного прослушивания. Тут никогда не жадничайте, тут всегда хочется добавить больше и запас останется, и будет он орать, и будете вы самым громким, будет это резать уши, автозвукеры называют этот эффект рак ушей, когда у вас просто вверх. Да, середина орёт как ненормальная, вот не жадничайте. Докрутите, когда будет комфортно, и всё, ставьте. Ну, если вы прям в максимум выводите, да, смотрите, чтобы она не ходила прям как-то ощутимо. Ход должен быть, но не какой-то там критичный, это не должно быть как у мид-баса прям панч. Сабвуфер, ребята, это уже вопрос более серьёзный. Сабвуфер крутите пока, пока вам не будет по кайфу. А если он сгорит, когда вам по кайфу, меняйте сабвуферы, меняйте усилители. И это дорога в никуда, правда. Это можно долго делать. В нашей связке сейчас я уже грубанул. Кузя, тебя не было. Я просто сделал 62 до мафани и все гейны в пол. Все. Всё в порядке. Система выжила? Да. Мне понравился ещё и звук. И вот она выжила на самом деле. Я зря, жаль, это не записывал. Мы тут с Тёмой ходили, пиво разливали. Ты пиво будешь, кстати? А? Ты же приехал за... Я говорю, Кузя, приедешь сегодня? Он говорит, а я нужен сегодня. Вы там типа будете настройку объяснять. Я говорю, ну мы пиво будем пить. Он такой, я слышал, уже там пик-пик машину закрывает. Уже припарковался. Так, ладно, подытожим. Что, Тёма, как ты считаешь, Кузя пояснил за инстал? Инстал отличный получился. Я надеюсь, обзор был вам полезен. Я надеюсь, эта рубрика вам зашла. Пишите предложение по улучшению рубрики. Пишите, что вам понравилось, что не понравилось. И скажите спасибо Кузе. Видите, он вам собрал за 3,5 часа инстал. И всё равно кто-то в инстаграме нашелся, кто сказал, что собрал бы два таких стола. И за меньшее время. И лучшего качества. Прилетай, собирай и посмотрим. Я с удовольствием сниму такое видео. Просто мне очень интересно на этого человека ракету посмотреть. И что, и всё? И всем покажите громко. Белый банк И чём посмотрю. ПОДПИШИСЬ! Субтитры сделал DimaTorzok ПОДПИШЕСЬ! ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ! ТОМОН! Субтитры создавал DimaTorzok